С 15 марта идёт голосование за общественные пространства для благоустройства в 2025 году. Оно проходит в рамках национального проекта формирования комфортной городской среды. Такое голосование проходит в нашей области уже в четвёртый раз. И как отмечают в Министерстве ЖКХ, с каждым годом жители всё больше вовлекаются в процесс. Проводится уже голосование в четвёртый раз, и с каждым годом количество граждан всё больше и больше. Так, например, в 2021 году в голосовании приняло участие 88 тысяч жителей области. В 2022 году 98 тысяч, в 2023 году уже 130,5 тысяч населения. И данные цифры говорят о том, что жители неравнодушны и в основном выражают свою активную гражданскую позицию. В этом году сделали свой выбор уже более 137 тысяч жителей. Из них 40 тысяч – это владимирцы. У нас 10 объектов. Самый большой количество объектов в Устинном городе, причём у меня абсолютно разные. В абсолютно разных местах находится. Сегодня в лидерах у нас сквер на Бургаре художника Иванова и сквер на Устинск, Соколовск, Соколёнка. Но это не значит, что, во-первых, у нас нет шансов. Во-вторых, если сквер какого-то общественного пространства в этом году не победило, то это не значит, что у нас всегда бывает без этой борьбы. Так, по словам Глеба Серёгина, благодаря этой ежегодной традиции власти видят, на какие места и пространства больше всего обращают внимание жители города. К пресс-конференции по благоустройству общественных пространств подключились также представители Коврова, Александрова и Мурома. Чиновники по видеосвязи рассказали, как голосование проходит в их муниципальных образованиях. После Владимира самое большое количество проголосовавших в Коврове. Пока что как объект благоустройства там лидирует городской пляж Озеро Старка. В Муроме на первом месте привокзальная площадь. А лидер в Александрове – это второй этап общественной территории на улице Маяковского. Чиновники напомнили, что участие в проекте добровольное. Замглавы администрации Владимира заверил, что принуждать кого-то голосовать и бросаться громкими лозунгами для мотивации граждан не будут. Как же кто-то приставал с пистолетом, с словами «ну-ка быстро голосуй и проиграешь». То есть это ориентиры, которые в первую очередь говорит и для нас, и для, скажем так, федерации. Ну, давайте проще. Если люди не голосуют, им это не нужно, зачем в это вкладываться? Правильно? Голосование будет идти до 30 апреля. Сделать свой выбор можно через онлайн-платформу 33.городсреда.ру. Дарья Полищук, Артём Замоскин, 6 канал.